Кто-то из нас в соцсетях почему-то ставит в качестве аватарок или носит футболки и фотографируется в этих футболках, размещает себя в своих соцсетях, допустим, с листом конопли. Вроде кажется, что это такое, но в силу каких-то обстоятельств, если будет совокупность факторов, следы каких-то там веществ в кармане и вот эта футболка, это может быть использовано как пропаганда в сфере оборота наркотиков. В борьбе с наркотиками сегодня уделяется особое внимание. Это страшная война, в которой часто замешаны дети. Такая ошибка может стоить им жизни. Чтобы предотвратить последствия, специалисты пытаются изменить отношение подростков к этой проблеме. Во всех субъектах нашей страны прошел Всероссийский день правовой помощи детям, в том числе и в нашем районе. Для студентов первых и вторых курсов Московского областного профессионального колледжа инновационных технологий прошла лекция об ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Ее провела член адвокатской палаты Московской области Ирина Белова. К сожалению, удручающая ситуация сейчас происходит вообще в целом в Российской Федерации. Наркотические средства появляются с очень большой скоростью. И вот все эти меры, они нацелены на то, чтобы уменьшать это все. Поговорили об ответственности. Студенты узнали, что поставленные на учет лица не могут занимать посты в государственных учреждениях. Им сложно получить разрешение на оружие и даже водительское удостоверение. И что немаловажно, ответственность за несовершеннолетних несут и их родители. Студенты смогли задать волнующие вопросы и получили ответы. Мне очень помог ответ, потому что хоть понятно, что делать. Потому что так было просто, ну, практически безвыходная ситуация. Ответы смогли получить не только студенты этого колледжа. Во Всероссийский день правовой помощи детям все подростки могли обратиться в территориальный отдел полиции. Правовое консультирование проводилось и для родителей. Ведь каждый, кто формирует сознание ребенка, должен ему объяснять, к чему может привести употребление наркотиков. И лучше это сделать перед тем, как человек столкнулся с проблемой лицом к лицу. Марина Познякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова